Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И у меня в руках довольно невзрачный пакетик с косметикой с Алиэкспресс. Но все не просто так. Дело в том, что это у нас набор косметики, с помощью которого, как утверждает китайский производитель, можно сделать гламурный яркий макияж. Давайте проверим, действительно ли это так. Итак, давайте рассмотрим, что же у нас идет в комплекте. Первое, что попадается мне под руку, это вот такой вот карандаш в металлическом футляре. Но внутри в итоге у нас получается самый обыкновенный деревянный карандаш. Также для бровей у нас вот такая вот есть палетка теней. Точно в такой же тематике. Внутри у нас два оттенка, немножко разные по подтонам. И, конечно же, абсолютно матовые. В комплекте у нас идет вот такая вот манюхенькая. Кисть, кстати, удобная палетка, она маленькая, компактная и мне нравится большое зеркало. Для макияжа глаз у нас есть два вида подводок. Это вот такой вот фломастер с фетровым кончиком. А также набор подводок, это гелевые уже подводки. В коричневом и черном цвете две кисточки в комплекте, скошенная и такая лопатка. Я уверена, что вы уже видели эти подводки у меня в видео. Дальше у нас идет тушь для ресниц, вот такая вот интересная, состоящая из двух частей. И, наконец, вот такая вот красная помада для губ. Она явно не матовая, но такого классического красного цвета. Наверное, с расчетом, чтобы всем подошло. Первым делом я хочу оформить брови, потому что в наборе у нас целых два интересных продукта для бровей. Первым я предлагаю протестировать карандаш для бровей. Я не уверена, что он в моем оттенке, потому что выбора на сайте не было. Довольно теплый коричневый, но сейчас посмотрим. Я буду обрисовывать только нижнюю линию роста. Оттенок, мне кажется, слегка тепловат для моих бровей. Он такой насыщенный кофейный коричневый. Текстура карандаша довольно приятная. Он не сильно сухой и не царапает мне брови. И в то же время оставляет довольно аккуратные штрихи. Форму я прорисовала. Я думаю, разница неимоверно заметна. Честно скажу, я думала, что это абсолютно не мой цвет. Я сейчас смотрю на экранчик камеры и все довольно неплохо. Только единственное, там где совсем мало волосков, у меня это на хвосте бровей, он слегка отдает в красноватый оттенок. А это выглядит не совсем натурально. Щеточкой, которая с другой стороны карандашика, я прочешу брови для того, чтобы посмотреть, как растушевывается карандаш. А он это делает отлично. Я практически уже не вижу штрихов, которые я делала до этого. Действительно, за секунду это превращается с карандаша в тень. Ну вот, когда я расчесала, теперь я думаю, вам стал слегка заметен вот этот красный нежелательный пигмент. Ну, сейчас мы попробуем это все исправить с помощью теней на бровей. Очень интересная упаковка. Действительно, очень аккуратно выполнена. И принт такой интересный, прям дикий. Один более холодный, второй более теплый оттенок. И маленькая кисточка. С одной стороны растушевочные маленькие спонжики, с другой стороны кисть. Честно говоря, такие шелковистые. Пигментация просто отличная. В одно прикосновение отлично передают матовый цвет. Один более такой горчично-оливковый, второй более правильный, такой загорелый коричневый. Я его и возьму, скорее всего. Буду я им прорисовывать только хвостик. Сколько наношу, мне все время кажется, что их мало. Я, честно говоря, не пойму, для чего на второй части кисточка этот спонж. В общем-то, кстати, эти тени, мне кажется, будут даже удачнее использовать для выделения складки века, чем для бровей. Уже очень они, как по мне, теплые. Но, в принципе, если у вас свои волосы с рыжинкой, то, может быть, и будет хорошо. Видите, вот сверху рыжовато довольно выглядит. Это точно не мой оттенок. Вот, ну, в общем и целом, переносится неплохо. Жаль, что нельзя выбрать такой цвет. Ну, на то он и набор. Дальше приступим к стрелкам. Самой важной и основной части этого макияжа. Опять у нас два продукта для стрелок. Первая это пломастер. И второй это набор жидких подводок. Эту штуку я уже знаю, я ей очень довольна. И, боже мой, как я рада, что мне попалась она в наборе. Буду ей с удовольствием пользоваться. Пока посмотрим, что это за карандаш такой, вернее, маркер. Проблема всех подводок с фетром кончиком в том, что продукт никогда не доходит до самого кончика. То есть до хвостика, до самого тоненького. И за счет этого всегда стрелки выглядят странно. То есть он то рисует, если доходит нормально продукт, то резко останавливается и приходится возвращаться, чтобы дорисовать линию. Я стараюсь прорисовать как можно ближе к весничному ряду. Вот это я об этом и говорила. Как видите, продукт начинает мазать, его здесь мало. То есть надо все время держать вот таким вот образом эту подводку, чтобы хоть как-то это все нарисовать. Но, естественно, никто это делать не будет. И вот я только начинаю мучиться. Как видите, хотя подводка новая, я еще ни разу ее не использовала, она уже явно подсохла. И не хочет рисовать. Ну, давай, еще немножко. Ну, в общем, это какое-то мучение. Она не рисует. Вот даже на руке, видите. Вот, она как высохший маркер. То есть это явно продукт. Ооо, а вот и фетровый кончик погнулся. То есть им уже нельзя будет ничего красивого нарисовать. В общем, забраковывая этот фломастер, это не работает. Это обидно. У меня, честно говоря, были на него большие надежды. Ну что, давайте возвращаться к старому проверенному способу, к гелевым подводкам. Тут у нас, благо, идут в комплекте кисточки и два вида подводок. Черная и коричневая. Я, конечно, возьму черную. Надеюсь, это те же подводки, которые я брала в прошлый раз. Я имею ввиду такого же качества, потому что на Алиэкспрессе часто одна и та же косметика, которая на вид абсолютно идентичная, а может быть абсолютно разная по качеству пигментации. В зависимости от того, какой производитель начал их производство. Ну, это совсем другое дело. Четко, быстро, никаких лишних движений. Насыщенная, красивая стрелка. Это одно удовольствие перерисовывать этим продуктом стрелки. Буквально, не знаю, пару секунд и идеальная красивая стрелка готова. Можно приросовать даже вот такие вот острые кончики с помощью этой кисточки. Ну, прям очень удобно. Со стрелками я уже закончила, но вот, не знаю, у меня всегда получается правый глаз лучше, чем левый. Во-первых, они у меня совсем разные. Левый более опущенный, у него более набившая века. Правый, мне кажется, более красивой формой. То же самое могу сказать о бровях. Поэтому макияж у меня глаз всегда разный. И глаза у меня далеко не близняшки, а больше двоюродные сестренки. Так, дальше нам нужно пририсовать ресницы. И для этого у меня в комплекте идет такая вот двухъярусная тушь. Первая щеточка, которая помечена на единичку. Понимаю, это у меня праймер. О-о-о, здоровенная кисть. Смотрите, она немножко изогнута, кстати, очень удобно красить. Главное не переборщить, потому что, как вы знаете, я люблю с тушью играться. Меня все время заносит. Я хочу больше и больше. Так, сейчас пока что она делает мне. Тоненькое покрытие. Сейчас мои ресницы с ней выглядят отвратительно. Они реально какие-то полулысые становятся. Делаю действительно такие паучьи лапки. Тоненькие, безжизненные, боже. Давайте перейдем быстрее к сути и возьмем вторую тушь, которая сейчас нам тут сделает мега накладные ресницы. Сейчас это проверим. Ох, продукт они пожарили. Приходится убирать. Я всегда это делаю с новой тушью, потому что я сейчас точно себе что-то накляксаю. Щеточка слегка изогнутая вперед, как видите. Так, я думаю, достаточно. Сейчас посмотрим. Главное не переборщить, опять же. Я это себе напоминала, если что. Откорми кончиком. О, вот и первый кусок у меня на ресницах непонятно чего. Так, нет, ты не будешь сегодня на моих ресницах. Честно скажу, разделяет она точно, но мне утолщает при этом волосинки. И кажется, что у вас тонкие, получие ресницы, но очень длинные. Это больше натуральные ресницы. В макияже на каждый день. Так как кисть большая, я уже там себе накляксала. Вот в чем неудобство таких огромных кистей. Тяжело их контролировать. Они делают то, что они хотят. Но обычно, если кисть такая большая в туши, обычно она делает драматические, гламурные ресницы. Длинные. Но это как-то наоборот совсем. Очень даже натуральный эффект. Я не скажу, что мне не нравится. Это неплохо. Но мне бы хотелось бы немножко больше изгиба, немножко больше фиксации. Потому что, по сути, эта тушь мне только прокрасила ресницы. Больше ничего не сделала. На самом деле, это не два продукта в одном. Это один продукт. И больше того скажу, одна кисточка. Сейчас я вам покажу весь этот фокус. Крышечка номер один. У нас вытаскивают длинную кисть на тоненькой ножке. Когда я открываю вторую часть, я, получается, эту же тонкую кисть вставляю в более крупную трубочку. И сама кисть заходит глубже в продукт. Поэтому туша набирается больше. Первый уровень позволяет наполовину окунуть кисточку в тушь. И на втором уровне вы уже полностью окутываете кисть продукта. Ну что, у нас остается последний продукт. И это помада для губ. Тоже цвет, к сожалению, нельзя было выбирать. У меня номер двадцать. Это красный. Классический красный. Решили китайцы не заморачиваться, а сделать уклон на классический макияж со стрелками и красными губами. Ну почему бы и нет. Сейчас проверим, что у нас за тут томат. Ох, ой. Очень хорошо наносится. Приятно. Я даже не ожидала. А вот прокрашивать не очень удобно. Пуля, хотя вроде бы и остренькая, но как-то ей тяжеловато в углы забиваться. Но она очень кремовая. Увлажняющая, приятная. Более теплый красный, чем холодный. Как видите, оранжевый под тон. Мне тяжело этой пулей рисовать. И реально. По-моему, я переборщила с верхней губой. У меня так даже губы хотят в трубочку уже так сложиться. Ненавязчиво. Помада ничем не пахнет. Она без вкуса. Ай, уже на зубах. Видите? Она очень жидкая и хорошо двигается. Ай-яй-яй. Все на зубах. Так как она не засыхает, это не матовая помада, значит она и не стойкая. Соответственно, она будет вам переходить, забиваться в складки. Она будет у вас постоянно на зубах. Сейчас я все подправлю и сделаю более-менее нормальные губы. Ну вот, я закончила с губами. Честно, не использую кисти. И так как она мега увлажняющая, как я говорила, для нее определенно нужен карандаш. Потому что одно неровное движение, или кого-то поцелуете, или выпьете чая, все будет или на кружке, или на ком-то, или опять на вас где-то здесь. В общем, она двигается как хочет. Поэтому ей нужен карандаш, хороший контур. Вот сейчас я пока буду заканчивать видео, буду постоянно смотреть, чтобы у меня ничего не было на зубах. И даже когда девушка супер ухожена, с идеальным макияжем, но у нее на зубах помада, это реально перечеркивает весь ее образ. И честно говоря, я даже не знаю, как в этой ситуации правильно поступать. Сказать ей, что у нее на зубах помада, и тем самым как бы обидеть ее, что ли. Или лучше не сказать и сделать видимость, что я не заметила. Вот я, например, обижаюсь, когда мне говорят, что у меня что-то не то. Ну, конечно, я не подаю виду, но на самом деле я в душе, глубоко в душе, я обижена. Мне так стыдно всегда. Напишите в комментариях, как правильнее сделать в таких ситуациях. Мне будет реально интересно почитать, что вы об этом думаете. В общем, возвращаемся к косметике. Что касается помады. Такое чувство, что я в руках держу самую дешевую помаду в мире. И упаковка такая странная. У нас такие, например, продаются в переходе. Но я думаю, здесь не стоит привязываться к внешнему виду, потому что на Алиэкспресс, в основном, косметика, которая выглядит странно, она самая качественная. Но здесь я не могу сказать, что это самый лучший продукт. Цвет довольно неплохой. Это классический сочный красный с более оранжевым теплым подтоном. Но мне не нравится сама формула. Она мне напоминает немножко увлажняющий бальзам или гигиеническую помаду. С одной стороны, это хорошо, это ухаживать за губами. Но с другой стороны, это красная помада, насыщенная красным пигментом. Любое неверное движение, и она сразу же куда-то сдвинется. Тем более, как видите, все переходит на все и вся. Если я продолжу целовать, она дальше продолжает переходить. Если бы это была какая-то нюдовая помада, без проблем. Пусть так и был, увлажняющая помада, мне было бы очень даже кстати. Но красная, к сожалению, у меня немножко другие требования. Знаете, почему мне еще так обидно? Потому что набор косметики приходит вот в таком вот заюзанном, уже таком пошарпанном кулечке, самом дешевом. Ну серьезно, положите хотя бы в коробку, это было бы уже намного приятнее использовать и более презентабельно выглядело. Даже на подарок можно было сделать. В общем, со всего набора мне понравилась ровно половина этих продуктов. Но все дело в том, что как всегда оптом дешевле, иногда выгоднее покупать все вот таким вот набором, чем каждый продукт по отдельности. Кстати, ссылку на этот набор я оставлю внизу, а также отдельно на каждый продукт я вам попытаюсь тоже найти ссылочку. На этом все, вот такой вот был мой обзор. Если вам он был интересен или полезен, не забудьте дать мне знать вашим пальчиком вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше обзоров. Или кликайте на иконки, чтобы посмотреть еще больше обзоров косметики с Алиэкспресс.